Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 октября, день Кириака, назван в честь преподобного отца Кириака. Он служил с юных лет во многих обителях, учился у великих отцов того времени, а в 70 лет Кириак решил удалиться в пустыню, чтобы еще строже служить Богу Единому. Здесь ему прислуживал огромный лев. Этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Лев никогда не трогал паломников, которые приходили к преподобному за советом или успокоением. Умер Кириак в возрасте 109 лет. Этот день еще называют днем Марьямны, Пчельницы и Феофана Милостивого. Обычно сегодня стоят туманы, может моросить небольшой дождь. Даже говорили, Марьямна выткана из тумана. Несмотря на пасмурную погоду, воздух в этот день был очень теплым. Отмечали сегодня и праздник охотников. Традиционно гуляли по порошам, чтобы добыть зайца. Сегодняшний день завершали застольями. Собирались в гостях, общались и веселились. Приметы. Если на небе сегодня много звезд, осень будет сухой, а будущий урожай богатый. Если вечером или поздно ночью появляется туман, в ближайшее время заморозков не будет. Если свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает, погода будет ясная. Если закат золотисто-желтый, это к хорошей ясной погоде на завтра. Так это можно использовать и в ужин. И для тех, кто хочет сохранить свою фигуру стройной, или наоборот сбросить лишние килограммчики. Захотелось, вот этого покушали, сразу у вас произойдет насыщение, и вы не будете переедать. Как мы сказали, пища, лишенная энергии и неправильное сочетание минеральных веществ в результате термической обработки, в результате рафинизации, способствует тому, что ее съедается гораздо больше, чем надо. Тоже нормально? Попробуй. Стало. Вот теперь получилось то, что надо. Приложил мастер руку. А? О, вкусненько. Замечательный вкус. Ребята, надо тщательно перемешивать, я поняла свою ошибку. Тщательно перемешивать, да. Фруктуру и кислоты соединяются, получается очень-очень интересное. И очень вкусно такое. Инат Ильич, когда мы с вами договорились, что вы покажете эти два завтрака Беннера, я, конечно, для себя задалась вопросом, а что вкуснее? А нет, от ли это? То есть он есть. Вот это по четным, а это по нечетным. Или наоборот, они очень вкусные. Они оба, во-первых, они сладенькие, вот для сладкоежек. Причем сладость это правильное. Здесь мед... Нету приторности. Нету приторности. А здесь сладость идет не от сгущенки, тут ее было две чайные ложки, а именно от самого чернослива, который еще вымочился, ну, то есть прям совсем вот вернулся. И менталь какой-то придает себе особый вкус, что трудно сказать, что это там такое, но получается очень-очень... Поразительно. Я думаю, для спортсменов это великолепная смесь будет. Мне даже, знаете, что захотелось? Потому что у нас все-таки кухня в кухне, мне захотелось вот прям даже увидеть столовую. Вот если у нас еще осталась буквально минутка, я хочу это красиво-красиво положить, чтобы вот любой человек, который, допустим, против, ну, против здорового питания, конечно, мало найдется людей, но вот бывают же люди с привычками старыми, скажут, чего я там черносливом, какой-то тертый там проросший пшеница, чтобы я... мы сейчас так вот красиво как-нибудь положим, чтобы он не знал, что это такое. Дело в том, что это влияет на здоровье, на работоспособность нашей сердечно-сосудистой системы, на эндокринную систему, очень хорошо поднимает жизненные силы организма, давая тонус. То есть, где мы действительно возьмем тонус из шоколада или там из сахара, тонус можно только взять из продуктов, которые обладают повышенным содержанием солнечной или живой энергии. Вот она, проросшее зерно, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания? Я думаю, что противопоказаний здесь оно не такое уж сладкое, практически нет. А, то есть противопоказания могут быть связаны только с сладким вкусом? Со сладким вкусом, больным там сахарным диабетом, но здесь все настолько сбалансировано, что это можно оседать. Смотрите, сколько клетчатки. Очищается желудочно-кишечный тракт. Так, может быть сюда какую-нибудь дольку мандарина положить? Как хочешь. Как хочешь. Это же женщины, наверное, любят мандаринки и так далее. Но мне хочется, чтобы... Морковку... Морковку... А, давайте, может быть, кунжутиком? Вот это вы говорите оставлять, да? Можно еще добавить кунжута. Ну, это уже слишком... Это уже будет другого блюда. Это очень-очень вкусно. И невероятно полезно. Делайте блюдо Бюрхера Беннера и будьте здоровы! Посмотрите нашу целебную кулинарию. Спасибо, Геннадий Петрович, за вот эти рецепты. 14-й лунные сутки. Иноритика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!